Не каждому артисту удается с первых шагов завоевать такую популярность, как Олегу Поппо. И не только всесоюзную, но и международную. Весь мир знает его как солнечного клоуна. Олег Константинович, когда Вы впервые получили титул солнечный клоун? Это было в 1956 году, когда советский цирк имел гастроли в Лондоне. В этой группе был и я. Ну, как принято, почему-то все время в романах и везде говорят, туманный Лондон. Конечно, там бывает и солнечная погода. Но действительно, когда мы приехали, был действительно кошмарный туман. Ну, знаете, да вот свои руки даже на вытяжку не видно. Ну и после наших выступлений, значит, появились первые рецензии, что приехал клоун, своим мастерством так нас согрел, как солнце. Наверное, это солнечный клоун. Олег Попов никогда не ставил задачу потешать зрителя. Он стремился создать хорошее настроение, заразить им всех. Когда выступает Попов, зрителю кажется, что он импровизирует. Но за каждой шуткой огромный труд. И каждая реприза связана с трюками. И утром, и днем он репетирует, репетирует. Попов создатель более двухсот сценок, нескольких спектаклей. Среди них и лечение смехом, которое и сейчас показывается в цирке на Цветном бульваре. И этот номер тоже имеет отношение к Олегу Константиновичу. Он режиссер одного из лучших наших медвежьих аттракционов, дрессировщиков-директов. Каждый вечер на таком пятиколесном велосипеде выезжает участник культурной программы Олимпийских игр, народный артист СССР Олег Попов, начиная веселый спектакль. А как чувствуете сейчас 50 лет себя? Ну как сегодня погода? Вот так вот. Светло, радостно и тепло.